Как разглядеть за днями следничок. Хочу приблизить к сердцу этот след. На батарее были сплошь девчонки, А старшей было восемнадцать лет. Лихая челка над прищуром хитрым, Бравурное презрение к войне. В полу утра танки вышли прямо к химкам. Те самые, с крестами на броне. И старшая действительно стареет, Как от кошмара заслоняясь рукой, Скомандовала тонка. Батарея! Ой, мамочка! Ой, родная! Огонь! И залп! И тут они заголосили. Девчоночки запричитали всласть, Как будто бы вся бабья боль России В девчонках этих вдруг отозвалась. Кружилось небо, снежное рябое, Был ветер обжигающий горяч. Блинный плач висел над полем боя. Он был слышнее разрывов, этот плач. Ему, протяжному, земля внимала, Остановясь на смертном рубеже. Ой, мамочка! Ой, мама! Страшно мне! Ой, мама! И снова батарея! И уже пред ними, посреди земного шара, Левее безымянного бугра, Горели неправдоподобно жарко Четыре черных танковых костра. Раскатывалось эхо над полями. Бой медленную кровью истекал. Зенечицы кричали и стреляли, Размазывая слезы по щекам. И падали, и поднимались снова, Впервые защищая наяву И честь свою, в буквальном смысле слова, И родину, и Сталинград, И маму, и Москву. Весенние пружинища и ветки, Торжественные с мечального стола, Неслышанная ты моя навеки, Несказанная, я тебя ждала. И в обмужах, и его ладони, Смешное вормотание во сне, И то, чтоб закричать в родильном доме, Ой, мамочка, ой, мама, страшно мне! И ласточку, и дождик над арбатом, И ощущение полной тишины. Пришло к ним это после, в сорок пятом, Конечно, к тем, кто сам пришел, Своим. Продолжение следует...